Ну что, начну с междометий. Вау, 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 вау. Я не зря сюда шел, в собор святого Франциска Великого. Этот купол и монументальность собора сразу мне напомнили. Собор святого Петра. Здесь Сантьяго и святой Томас. Не знаю этих прекрасных людей. Но, боже, какая же это красивая церковь. С невероятным вау-эффектом. С невероятным вау-эффектом. Купол достоин просто, не знаю, лечь на пол и разглядывать его часами, потому что это что-то невероятное. Орган. Два таких огромных органа по бокам. Ой, а сзади эта роспись какая чудесная. Невероятно. Собор построен в стиле неоклассицизм. И строительство началось в 1761 году. И что интересно, Франсиско Гоя принимал участие в росписи этого собора. И высота купола 58 метров. Обалдеть. В диаметре он 33 метра. Да, неоклассицизм был такой помпезный. Ага, вот он, Сан-Педро. Святой Петр. Святой Бартоломей. А где же тезка Павел? Где-то он здесь тоже находится. Его можно будет увидеть. А нет, это Святой Петр с ключами. Возможно, что Пабло с крестом. Святой Маттео. Нет, с крестом у нас Святой Филипп. Второй орган. Роспись, стен, колонн и... Боже, и купола невероятная. Какое же это чудо. И здесь каждая капелла, которая вот так вот оходит, диаметрально отходит от центра. Каждая капелла, это произведение искусства. Туда заходить нельзя. Здесь такие красные черточки, запрещающие вход. А здесь вот часть купола, они реставрированы. Очень красивый собор. Кстати, вход в него 5 евро. Во многие соборы вход бесплатный. Я повторюсь, в церковь Аль-Мудены можно подняться за 7 евро на купол и посетить музей, который находится на нижнем и на верхнем этажах. В этом соборе вход 5 евро. Но... Просто говорить, что это того стоит, это просто смешно. Потому что... Это невероятно удивительный собор. Да, как же я мог его не увидеть, святого Павла. Вот он находится. Но если смотреть на алтарь, он справа, святой Петр слева, конечно же. Позолоченные эти кафедры необычайной красоты. Очень красивые, с такими барельефами. Невероятные. И вот можно очень даже близко подойти к алтарью. Необычайной красоты. И вот такой алтарь. С необычайной роспися. И куполом. Просто чудо-собор. Отходя в сторону от алтаря, нужно зайти в такое помещение. Обалдеет. Ух ты! Здесь просто картинная галерея. Какая красота! Боже мой! Здесь картинная галерея. Это картина Хосе Камарона Бананта, датированная 1789 годом. Смерть святого Франциска. 18-го. 18-го картина. Обалдеть! Это тоже его картина. Здесь испанские художники. Винсенте Кардюччо. Ух ты! А это картина 16-го века. Все связано с Святым Франциском. Боже, какая же здесь картинная галерея. Можем никуда не ходить. Антонио Фарницеро Мансио. 18-й век. Святой Франциск. Попытка возможно исцелить ребенка. Боже, какая же здесь красота. Все картины на тему Святого Франциска. Какие здесь полотна. Мама дорогая. Тут целый тур как в музее по всем помещениям церкви. Обалдеть! Куда другие туда не заходил. Франциско Дезурбаран. Кстати, Франциско Дезурбаран тоже участвовал в росписи данного собора. Вот здесь его картина 16-го века. А, вот вон Сакана. Две картины начала 17-го века. Это Святой Антонио. Как он? испады падуан святой Антонио падуан ван святой обалдеть! Здесь картины 17-го 16-го века. Джорджио де Феррари мы его видели в одном из музеев. Там благая весть Джорджио де Феррари. А эта картина аноним. Аноним. 17-го века. Они не смогли узнать, кто это. Но очень красиво. Так, и что же это за комната такое заседание пап имам святой Симон. Боже, какая роспись. Просто невероятно. За 5 евро можно не только зайти в собор и насладиться красотой, но и пройтись по тайным комнатам собора. Интересно, зачем столько зеркал? Ага, чтобы сидящие здесь папы могли любоваться своим практически божественным видом над каждым сидением зеркала. И как радовать, что здесь никого нет. Ну, понятно, все люди в королевском соборе здесь вот такая красота. И зачем они вешали эти зеркала так высоко? Кого же они хотели там увидеть? поход по собору продолжается. Картийная галерея конечно поражает. Картийная галерея поражает. так этим товарищем не повезло. Напротив них зеркал не поставили. Наверное, это были не самые главные чуваки. Итак, что это за картина? Круз Васкис. Это уже поновее. 18 век. 18 век. же свет падает. Возможно все картины увидеть Антонио Мансио тоже 18 век. Интересно, это тот же Веласкес. Закария звензалис Веласкес. Святой Франциск. В общем припахали Святого Франциска. Какая же эта красота. Опять Веласкес. 18 век. 18 век. 18 век. 18 век. 18 век. 18 Веласкес. Нет, к сожалению, это не тот Веласкес. Это Закариас Гонзалис Веласкес. И он рожден в 1763 году. А Диего Веласкес, представитель испанской школы золотого века, он был рожден в 1599 году. Веласкес. это просто его тезка. Гаспарде Краер. Вот, а это уже картины. Обалдеть, 17 век. Но Гаспарде Краер родился в 1584 еще моложе, Диего Веласкес. Какие же здесь шевры. Святой Иероним. А вот и Святой Иероним здесь. Да, вот он. Тоже Святой Иероним. вон такой везде замученный. Святой Иероним везде замученный. Мы видели очень много в музее Белькада. Обалдеть. Обалдеть. Это чья картина? Гаспарде Краер тот же Гаспар. Святой Хуан Батиста. С огненком. Да, немножко темно и свет этот падающий сверху мне очень дает хорошо увидеть картины. Это просто можно убереть. тоже на нем святой Антони. Да, так как мой испанский ограничивается словосочетанием уно кафе натуральменты коносукар пара кабальеру и еще чего-то мой бьен и мухер. Мне сложно конечно переводить название картин с испанского, поэтому гугл переводчик. И вот что интересно, вот картина, которая здесь в оригинале называется «Испытание огнем» того же Закариаса Ганзалеса Веласкеса. Когда я пытался узнать как она называется, потому что на слуху это словосочетание «ПРОЕБА ДЕЛЬ ФУЕГО». В словаре вместо «дель» было «де». «ПРОЕБА ДЕ ФУЕГО». Почему? Непонятно. «ЛЯ ПРОЕБА ДЕЛЬ ФУЕГО». «Испытание огнем». Вот это его картина. Чувака просто посадили на раскаленные угли и испытывают. Обалдеть. Очень красивые картины и невероятной красоты свобод. Всем рекомендую сюда отлети. Каждая капелла просто невероятно по росписи. Интересная деталь собора Святого Франциска. Франциско. Тут просто сплошные тезки. Над ним трудились. И Франциско Сурбаран полотна здесь висят. И Франциско Гоя. Одним из архитекторов был Франциско Кобесос. Привлекал их этот собор. или возможно это одно из самых распространенных испанских имен мальчиков называют в честь Святого Франциска. Вот они все себе и франциски. Но капеллы эти удивительные. Пришел себе сел в отдельную капеллу думая о прекрасном или в принципе о чем тебе хочется думать в данный момент. Но это красивая капелла с распятием. Это очень красивая капелла с распятием. Полотна Зурбарана я нашел. А с полотнами Гоя немножко посложнее. Их почему-то я не увидел. Возможно роспись. Потому что он был помоложе Зурбарана на 140 48 лет на секундочку. Поэтому возможно он мог и участвовать в росписи. А Франсиско Зурбарана здесь просто висят полотна в тех потаенных комнатах, которые я только что посетил. Да, здесь этот собор можно снимать часами и разглядывать. Потому что он невероятно красивый. Но нужно идти дальше. Продолжение следует...